Вы слушаете канал жаж.клаб, дуреха. Она лежала на дороге. Девчонка лет десяти в скомканном белом платьице, грязном и вымокшем от дорожной влаги после дождя. И пристально смотрела в одну точку своими большущими голубыми глазами. И вдруг моргнула. Из-за этого пружина внутри меня взбрыкнула и я заорал на всю мощь своих легких, а ну встань, дуреха, бросил пакет с продуктами и к ней бегом. А на повороте уже грузовик видно, затормозить с горки вряд ли успеет. Девчонка засмеялась звонко и ну бежать, только сандалии сверкают. Ну что за глупые дети. Уже на газоне, за обочиной, вдруг споткнулась и в лужу со всего маху. Сидит в грязной жиже, смеется. Грузовик протянула мимо, выдохнул. Уже не спеша подошел, спрашиваю, ну что за развлечение такое. Вот сейчас за ухо возьму и к родителям-то отведу, нету, говорит, родители, дяденька, умерли. Деддомовская я. А сама на мой пакет рваный с едой смотрит, слюни глотает. Есть хочет. Отломил ей полбуханки и колбасы, дал крендель, на. Ешь, так на дороге-то чего делала? Шушала, рот набила. Не разберешь, чего? Землю слушала. Я в книжке прочитала, что если к земле прилечь, то можно даже тех услышать, кто в ней давно живет. А на дороге звуков больше. Только не разобрать ничего. Так и познакомился с Аленкой. По дороге в детский дом, который в нашем районе, рассказала, что живет там три года. Самой восемь, стукнула, взрослая, говорит, уже. Родители в аварии как раз три года назад погибли. На дороге. Бабка воспитывала. Но год назад инсульт случился, самый уход нужен. Вот и забрали органы опеки. Пока шли, еще и молоко пакет выпила. Идет, зевает, путешественница. Только ко входу подошли, смотрю, навстречу женщина растрепанная бежит. Ах ты, гадина, приговаривает и ладонью себя по ляжке хлопает, объявилась. Полдня ищем. Все ходули по самую шею стерли. Аленка к моей ноге прижалась, шепчет, не отдавай меня, дяденька. Бить будет. И смотрит щенком снизу. Не бойся, не позволю. Дитя, говорю, не пугайте, тон-то убавьте. И следить лучше надо. Да какой там, следить. Уследишь за ней, егозой. Раз в неделю, как по часикам, дырочку находят. Глядь, и нет Аленки, опять убежала. Самостоятельная. Тетя Зина не злой оказалась, переживает сильно. Говорит, что их, работников в детдоме, осталось раз-два и обчелся. На любви к детям держится. А бить. Только ладошкой по пятой точке не сильно, для страстки. В общем, передал я Аленку из рук в руки. Пакет с остатками еды вручил напоследок. Ну все, дуреха, не убегай больше, послушной расти. И пошел к выходу. На калитке оглянулся. И зря. Аленка с крыльца сорвалась, подбегает и в руки ко мне с разбега, я спасибо сказать забыла. Комочек в горле слезами тает. Плачет, понимает, наверное, уже, что чудес на свете не бывает. Ох, ну ведь знаю же, что, простите за сравнение, нельзя котенка или щеночка в руки брать. Ведь не оторвешь от сердца потом. И здесь, в секунду заноза в душе появилась, не вынуть. Так и вышло, стал я в детдом к Аленке ходить. Не часто, как получится. Гостинцев по мелочи приносил, пирожков от жены и суп в баночке, которым она меня на работу снабжала. А Аленка меня все батон с кренделем колбасы купить просила, уж больно вкусные первый раз тогда показались. Тетя Зина за эти полгода мне все про дуреху рассказала. Дважды ей семью подбирали. И вроде люди добрые, хорошие, но все равно и от них бегала. Все родителей забыть не может. Погибли они глупо, отец Аленке инженер Уль доверил, когда с дачи возвращались. В откос слетели. Насмерть. Малышка тогда между сиденья упала, уцелела, царапинами отделалась. Но с тех пор по средам, в день, когда беда случилась, ходят родители из земли слушать. И ничего с этим не поделаешь. Пока не вырастет, пока не поймет, что не бывает голосов оттуда. Горе – это, конечно, для детской души. Как справляется, Энн. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.